Глава Дагестана Владимир Васильев встретился сегодня с муфтием республики шейхом Ахмадом Афанди. Главным образом на встрече обсуждались совместные меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики. Я вас пригласил, чтобы обсудить нескольких таких важных вопросов, которые сейчас так волнуют людей. Ум мусульманскую отражает большую часть нашего общества, самую духовную часть. Поэтому, конечно, ваше слово, ваше линия не очень важны. На сегодняшний день у нас, если говорить о постоянном сегодня, один случай, который подтвержден исследованием в Центре специализирования. То есть у нас все-таки такой человек был, есть контакт, они проверяются. Сегодня в лечебных веждениях 17 человек, которые сдали анализы, по которым идет уточнение. Там такой порядок, сдается анализ, затем обращаются в федеральный специализированный центр, чтобы не было ошибки. Но люди госпитализировались. И 903 человека, которые общались с тем, кто у нас обнаружен, которые прибыли откуда-то. Ну и, конечно, сейчас очень важно, особенно важно, мы с вами люди уже не молодые. Так принято у нас в Дагестане, это огромное достоинство нашего общества, уважение к старшим. И всегда мы ориентировались на старших. Сегодня такой момент, когда мы должны все позаботиться о старшем, поберечь их. И вот сейчас президент принял решение о том, чтобы сделать вот такой перерыв для всех, чтобы люди не ездили на работу, не ходили. Могли побыть дома. Но это не значит, что нужно общаться. Особенно, вот как, кажется, хочется проведать старшего. Вот сегодня у моего товарища, у меня друг друга, умерла мама. Ну это святое, это понятно. Но так вот есть крайние необходимости. Мы исходим из того, что делать этого нельзя. Просто из соображений добра и заботы от наших же близких. Они у нас в горах, да, там в чистом условии, там им ничто не угрожает. Но если кто-то случится, он, не дай бог, имел контакт, привезет туда, какие будут последствия? Мы видим это. Видим в Италии, в Испании, в других государствах. Да и у нас тоже, в Москве сейчас немало людей, которые инфицированы. Дагестанцы, особенно мусульмане, отличаются такой чистоплотностью. И еще плюс вот эти рекомендации, которые нам дает и наш санэпидемврач, главный врач, и медицина, они помогут нам эту беду ограничить, не дать ей распространиться в нашей республике. Это самая, наверное, главная задача. В связи с этим я и решил встретиться. Спасибо большое, что откликнулись. Человек сейчас как никогда хочет услышать своего пастыря, проповедника. Но вот такие условия, в которых такие непростые решения приходится принимать. Беспокоиться о людей – это наш долг. И по возрасту, и по долгу службы, во всех отношениях. И кто болеет, главное, чтобы на нем это ограничилось, и больше он не передавался дальше. Это все возможные меры. Конечно, мы будем принимать и подключая врачей. Сам ислам, религия и так требует от людей соблюдения этих всех правил. А сейчас дополнительно будем подключать и врачей. И если, конечно, вот такое беспокойство с вашей стороны, нам это намного облегчит вот эту проблему. И то, что вы заметили, умерла мать близкого вашего человека, это тоже в Дагестане, вы знаете, очень проблемное дело. Все люди ездят, стараются показать ему сочувствие. И этому тоже, конечно, я сторонник, чтобы эти поездки ограничивались. Пусть близкие люди едут, хоронят, и на этом можно ограничивать. Конечно, проблемное место, проблемное время – это пятничная молитва. Потому что это идет не от нас, а от Всевышнего. И в этом случае мы подумаем, чтобы хотя бы было собрано наименьшее количество, по мере возможностей. А вот, Хаджи, спасибо вам большое за эту позицию. Я вам очень признателен. Во всех сложных вопросах вы всегда занимаете позицию, которой следует ли посвятили свою жизнь. И она, вот я еще не помню, в случае, чтобы расходилась с теми задачами, которые передо мной ставит президент, закон, мои обязанности.